друзья подписчики всем огромный привет в общем меня попросили побольше показывать покупок но у меня нету просто времени я иногда что-то покупаю но вообще как бы на покупках и не так уж и много просмотров на некоторых много но на некоторых как бы нет поэтому я когда время будет буду выкладывать когда-нибудь не буду выкладывать мне посылка пришла с сиеры я не планировал выкладывать я на серии постоянно покупаю но давно уже не покупал вот и я просто открываю потому что катерине завтра на работу я здесь на нее заказывал куртку она хочет чтобы я ее сейчас отдал чтобы она в общем получилось какая история она мне показала куртку в интернете говорит я хочу себе купить такую куртку я я говорю это самое посмотри на сиере она стоит 90 долларов может быть там есть она открывает серу и там точно такая куртка на распродаже ее размера у него размер смог вот и там остался один размер и как раз этот размер смол стоит 39 она говорит о ништяк это самое я закажу отсюда я говорю подожди говорю мне каждую говорю где-то раз в два в три дня приходит серый купон от 50 долларов бесплатная доставка и скидка 20 процентов говорю мне придет купон я для тебя закажу в общем мне пришел этот купон бесплатная доставка 50 долларов и 20 процентов скидка то есть он был 39 на серии и но я вам покажу что все цены и с моей скидкой он получился вот 31 здесь вот кархарт вот этот жакет и бесплатная доставка в общем я и заказал этот жакет потом я прихожу и буквально за день там короче я не помню уже о чем-то говорили я говорю там завтра а я и говорю твою посылку беру отправили эти заказал она говорит да ты заказал я я говорю да я же сказал что я закажу она крита я не знала я говорит заказала его тоже короче он и пришел и у нас их получается два я у меня у мамы был один рождение она говорит давай ты ну я как бы твоей маме подарю свой а тот который ты мне купишь я оставлю себе ну давай и короче это самое я свой отправил домой маме на день рождения и вот точно такой же пришел здесь модель называется вилдвуд то есть дикий лес что-то там короче размер смор сделано производство мексика капюшон отстегивается везде внутри в мех очень все качественно сделано ну кархар мне надо вам рассказывать вот катерина пришла она по мере покажет как он выглядит вот чуть направлю на нее правда у меня там освещение слепит ну чтобы вы посмотрели как выглядит размер ну выглядит офигенски и но очень качественная качественно все пошито хоть и в мексике но как бы я даже придирчивый ко всем вещам никаких как бы абсолютно не вижу проблем ну катерине очень понравился то есть тот же уши шо отправили а наш уже его мерила и она просто за фанатела говорит что очень ну как за такие деньги отличного качества и теплая то есть и мех и карманы здесь здесь и такой толстый толстый материал котомат ранее выдущенька баллзис чемпионат а я реально лайк и и что и карман дешево потому что фэктори секонд но я сколько оттуда заказывал фэктори секонд я никогда никаких дефектов не нашел и мы И даже на той куртке, которую она тогда получила, пытались что-то найти, мы не нашли. То есть это вторая точно такая же. Ну, то есть я не знаю, честно, в чем проблема. Я не хочу привезти к работе сегодня, потому что обычно очень холодно на боссах. Поэтому я буду отрезать теги. Да, и ей завтра утром ехать рано на работу, в 7 часов. И она говорит, что утром на автобусе бывает холодно. Поэтому она хочет его сейчас забрать, чтобы уже как бы пойти там спать и заниматься своими делами. Спасибо большое. Вы добрызвали. В общем, все, отдали ей куртку. Куртка... Ну, здесь все покупки мелкие. Я вам показал сразу Invoice. То есть вы видели, там никаких супер дорогих вещей нет. В общем, здесь вообще я и заказывал все из-за куртки. И если бы не ее куртка, я бы и вообще-то ничего не заказывал. То есть мне надо было заказать на 50 долларов, чтобы получить. То есть мне надо было еще что-то докупить. Ну и плюс, я подумал, если у меня все равно скидка 20%, то целесообразно взять еще какие-то вещи. В общем, получается, я взял футболку. Hemp Organic называется. То есть это органический вот этот материал из хемпа. У меня никогда не было. Но это вот Катерина посоветовала. Говорит, вот купи одну, если тебе понравится, чтобы ты просто знал, что за материал. То есть она все покупает из-за этого Hemp Organic. Но я купил китайскую за 13 долларов. Вот она 13 стоит. А она покупает американские вот эти дорогие. Я вам показывал, есть видео про Gaia Conception. Она покупает Gaia Conception. И вот это платье у меня сейчас было. Это тоже Gaia Conception, тот же бренд. И вторая фирма, она покупает из Орегона. Там Circle Creation. Ну там цены. То есть там, к примеру, даже нижнее белье начинает от 20 долларов и выше. А всякие футболки, кофты, там цены. Ну вот я вам показывал тогда платье. Я вам говорил, сколько оно там, я не помню, 300 или 200 долларов. То есть там все так стоит. Ну как бы, я думаю, что это нормально. Она как бы взрослая девушка и может сама решать, что ее покупать. Я же ей не скажу, что это борово. Мы-то здесь зарабатываем нормально. Не особо-то и весу. Ну и как. И я ей предлагал, что я говорю, давай я тебе что-то куплю. Но она как бы не особо хочет. То есть она рада, если я что-то покупаю. Но она как за счет, получается, того, что я и так как бы много всего покупаю для нас совместного, то она как бы решила, что будет правильно, если она будет хотя бы, ну там, вещи сама покупать. Я как бы не против. То есть вот я ей куртку, получается, купил. Но получается она такую же купила для моей мамы. Так что это как бы получается, что она сама себе ее купила, а я как бы купил для мамы. Но хотя я не планировал покупать. Это случайно получилось. Вообще вот здесь написано. Состав. Сейчас покажу поближе. 55% хэмп. Хэмп это конопля. И 45% органический катон. Ну разница, из-за чего такая дешевая цена, что сделано в Китае. Пахнет реально все коноплей. Вот такой вот дизайн. Фирма Громичи. Но это уже нормальный. То есть не factory second, а обычный. Но я вам говорю, я заказывал серый, много вещей factory second. И я даже не смотрел, секонд он или нет. Но я никогда никаких дефектов там не видел. Я не знаю, что такое factory second. Это может он там размеру чуть не соответствует. Или какая-то деталь чуть-чуть отличается. То есть вот такая футболка. Но я не буду ее там сейчас мерить или еще. То есть когда будет там видео, я буду в нее ходить. Вы и так увидите. Просто хочу вам показать, что вот эти хэмп вещи. Они все такого стиля, вот как у нее платье. Они такие какие-то обвисшие, короче. Вот такие бесформенные. Но качество как бы пошива проблем вообще ноль. То есть хоть и Китай, хоть и 13 долларов, но все. Везде нашивочки, вышивочки, все прошито. Смотрите, какие стишки, как карман, все сделано. То есть если бы тут не было написано, что Китай, я бы и не сказал, что оно Китай сделано. Все качественно упаковано. Упаковано, этикетки, то есть пакет фирменный, граничный. У меня этого бренда были штаны, но они мне не особо понравились фасоном. Хотя качество хорошее было. Короче, потом здесь за 23 доллара я заказывал штаны. Вот, которые я давно хотел. Но так как у меня много штанов, я не спешил их покупать. Я думал, возьму, когда будет возможность. В общем, смысл в чем, что у меня такие похожие штаны были. Но так как я стал толще, а он горел, у меня размер изменился. Они на меня не налаживают. В общем, мне было офигенно, короче, обидно. И мне нужен был размер, блин, 32. Но мне кажется, что я что-то погорячился. Потому что у меня не было никогда коламбии штанов. Вот. А те 30 на меня маленькие. Короче, надо было, наверное, 31 брать. Потому что я уже по ним вижу, что они большие. Очень большие. Вот. Ну, может, и небольшие, не знаю, буду мерить. Но с виду они очень огромные. Не, они очень большие. И длина 34. Короче, просто покажу вам тогда модель. Сделана тоже с Hemp. Видите? Hemp. Ну, блин, размер, наверное, на меня не подойдет. Или верну, или, короче, поменяю. Защита от солнца. Omni-Shade Sun Protection. Сделано в Индии. 32-34. Короче, Regular Fit. Получается, коламбия, они просто, наверное, большом мере. Вот. Потому что у меня есть 32 Levi's. Но они даже с виду никакие большие. Вот. Ну и плюс фасон. Regular. То есть они... У меня там они Slim Fit обычно идут. Потому что я худой. А здесь, видите, Regular. То есть они... Но все остальное очень круто. То есть сами видите, как сделаны карманы. Здесь все заклепки. Молнии, сами видите. UKK. Металлическая. Пуговица круто сделана. Тоже коламбия. Ну, плюс Индия и плюс Hemp. Короче, тоже здесь Hemp Material. И оно, ну, по цвету чуть не совпадает. Ну, примерно, в общем, буду ходить в этом Hemp. В органическом материале. Вот. Тоже мерять не буду, чтобы времени тратить. И последнее, самое основное. Это мне подписчики сказали, что надо купить Merrill для хождения. Ну, я, как бы, понимаете, не особо фанат Merrill и вот этих брендов. Мне больше нравятся спортивные. Вот. Значит, сразу скажу вам по цене. Потому что всегда спрашивают, сколько стоит. За сколько купил. 47,99. Оно там стоило чуть дороже. Но, я вам говорю, в каждой посылке вам присылают купон. Вот эти всякие купоны. И здесь обычно есть купон на скидку 20%. И я их никогда не сохраняю, их выбрасываю. Потому что их присылают потом в e-mail. Те же самые купоны, но просто в электронном виде. И я использовал такой купон. То есть, если они стоили 48, я не знаю. Значит, они, ну, плюс 20% прибавьте. Не знаю, сколько оно там получается. Плюс бесплатная доставка. Вот. Значит, ботинки. Ну, у меня никогда не было ботинок. Вообще никогда. И ни сейчас, ни раньше. То есть, я в них вообще никогда не ходил. Поэтому я даже не знаю, подойдут ли они мне или нет. Плюс с Merrill я никогда дел не имел. Поэтому я не знаю, как мне этот размер. То есть, размер я брал 10. Потому что так же, как у меня кроссовки. Модель. Ну, брал обычную. То есть, у них Merrill, оно все примерно такого плана. То есть, вот смотрите, как они выглядят. То есть, по цвету, под брюки и под футболку подходят. Подошва. Раз, два, три, четыре слоя. Видите, разнообразные резины. Носок весь. Видите, полностью закатан в резину. Кожа, естественно, натуральная идет. Вот это все из кожи. Вот это кожа натуральная, зеленая. Здесь кожа. Ну, блин, качество пошива, конечно, просто бомба. Поражает. И это все, короче. Вот. Здесь все резина. Здесь, видите, такой страп. Из кожи. Продета кожа, кожа. Вот это вот ткань. Все остальное. Вот это зеленая кожа. Здесь металлические такие защелочки. Ну, не знаю, сколько там оригинальная цена. То есть, откройте просто Sierra, поищите Merrill. И все остальное я вам сказал. То есть, вот Burnt Rock. Модель называется Burnt Rock. Цвет Dusty Olive. То есть, пыльно-оливковый. Получается. Сейчас, ну, ботинки я смогу померить вам, показать, потому что здесь-то не проблема. Мне и самому интересно, и тем более, чтобы вы знали, какой размер заказывать, соответствует ли кроссовкам. Офигенно внутри тоже все сделано. Прокладочки все. Кожа. Вот эта кожа. Внутри, естественно, ткань. Все новое. Вот. Такая. Так. Я знаю, что скажут. Стельку надо было показать. Такая вот стелька. С отверстиями. Для вентиляции. Форма эргономичная. Она не такая толстая и мягкая, как в Asics. Но она потоньше, но она тоже, видите, формы. Она не плоская. И внутри, видите, как все тоже офигенно пошито. Не видно ничего, потому что у меня там освещения нет. Так. Сейчас померю тогда один ботинок. Потом посмотрим второй. Это ботинки, чтобы ходить. Так. Сейчас вам покажу, как они же надеваются. Блин. Сейчас. Одна секунда. Мне надо установить другой штатив. Я купил. Я с этим штативом уже запарился. Он офигенский, конечно. Я его что-то за 5 долларов брал. В секонд-хенде случайно. Сони. Но он, короче, не для селфи. Ну, думаю. По размеру... Ну, блин. Я не скажу, что они как бы супер большие. Может быть, можно было бы 9,5 брать. Они как бы по длине вроде-то нормальные, да. Вот. Но... Они просто свободные. Сейчас как-то затянем. Ну, толщина D. То есть, толщина нормальная. Они не вайт никакие. Ничего. Ну... Ну, в принципе, я не думаю, что они большие. Вот. Вот здесь вот они, видите? Вот тут вот много всего. С боков оно как бы нормально. Люди жаловались на эту модель, что она узкая. Ты знаешь, что там? Что там такое? Снимается видео для Ютуба. Кыш отсюда. Снимается видео для Ютуба. Но это как раз для сезона. Вот прямо сейчас уже будет сезон. Надо идти за грибами и вся фигня. И сами понимаете, что кроссовки убивать в чагирях. А вот это вот, просто вам показываю, как выглядит. Как раз то, что надо. Ну, в общем, как мне кажется, мне нравится такой стиль. Мне не нравятся такие вот, знаете, здоровенные, как вибрамы. Которые там во все стороны подошва торчат. Мне нравятся более такие, которые как походные. Но в то же время похожи на спортивные. Похожи на кроссовки. Вот эти обалденные. То есть они более защищенные и более качественные. Более, как сказать, будут менее убиваемые для Аудура. Но в то же время они сохраняют стиль кроссовок. Подошва похожа на кроссовочную, а не такая, как на ботинках. Здесь похоже. Здесь все защищено. То есть будете выбить носком по камням. Ему по барабану ничего вы не убьете. Сзади то же самое. Все защищено. Ну, плюс вот эта кожа, ткань, это все не сетка. Это не убиваемая, конечно. Сетка она убивается, рвется. А и... Так, давайте второй. Давайте посмотрим. Ну, второй, по-моему, точно такой же. Я не вижу никакой разницы. Вот здесь чуть-чуть, видите, есть клей. Ну, совсем чуть-чуть. Пятнышко. Ну, проклеено все. Вот здесь чуть клей. Ну, короче, клей, он... Сколько я вам показывал кроссовок, клей есть везде. Вот здесь чуть-чуть клей. Мне кажется, к клею смысла нету придираться. То есть, если есть чуть-чуть клей, это не значит, что они не качественны. Вот здесь чуть-чуть, видите, что-то какой-то остаток производства, видно, вот. Выпадает оттуда какая-то бумага. Но остальное все как бы четко. Вот. И все. Ривидерч. Ботинки мне очень нравятся. За 40 долларов, за 50 пускай, 47, 48. Я думаю, что покупка неплохая. Тем более, что говорят, что Мэрил это охеренно надежная, дурная фирма. Если они будут долго носиться, не будут убиваться, то я буду как бы доволен. Вот. То есть, может быть, в реальности мне уже и никогда не понадобится покупать больше никаких ботинок. То есть, в этих я, в принципе, уже смогу до старости ходить. За 50-то долларов. Ну и внешностью доволен на 100%. Цвета. Вся комбинация цветов, как раз которые мне нравятся. Мне очень нравятся все вот эти цвета. Вот такой мутно-зеленый. Мне нравится коричневый. Чуть-чуть здесь вот такой белый. Но он никак даже ярко-белый. Он такой как подкремовый чуть-чуть. Серый очень мне нравится. Ну, кто знает по моим вещам, кто знает, что... У меня много вещей вот такой расцветки. Коричневый, серый, зеленый. Вот. Вот. В общем, вот такие вот дела. Это и все. Не хочу видео затягивать. То есть, пишите комменты. Ставьте лайки. Это первые, как бы, мои ботинки вообще в жизни. Но и первая покупка от компании Merrill. Пишите свое мнение. Ставьте лайки, комменты. Всем огромное спасибо за просмотр. Пока, удачи. Пока-пока. В общем, друзья, я все равно-то одел вещи, чтобы померить. Поэтому я подумал, что есть смысл вам их показать. Это займет всего минуту. Просто, чтобы вы знали размеры, с какой целью. Потому что Sierra, я вам уже много раз говорил, они шли по всему миру. Поэтому, если кто хочет заказывать Sierra, мне... Кстати, подписчики писали, что спасибо за наводку. Мы заказывали Sierra. Там в Россию получали нормально. То есть, ну, я лично не заказывал в Россию. Поэтому не знаю. Но если люди пишут, то, я думаю, можно попробовать. Там купить пару недорогих вещей. Если дойдут, то потом заказывать уже что-то серьезное. В общем, вот это я вам говорил. Медиум размер. И я вам говорил, у меня рост получается 180 почти. И вес, ну, я не знаю, где-то 70. Короче, 70 килограмм вес. Рост где-то 100. Наверное, не 180. Нет, 178. Где-то вот так. 178 и 70 килограмм. И размер медиум получается вот этот громичек. Видно, что идеал. То есть, он не в обтяжку, но в то же время он нигде не болтается. И, ну, как меня все устраивает. В принципе, за такие деньги я его могу даже дома носить. Или как поддевку использовать. Не было у меня никогда хэмп. Что сказать, что, как бы, ну, ощущение как бы необычное. Отличается, конечно, от катона, отличается от синтетики. Штаны немного даже как, как немного колят. Вот. Эти все вот вещи, это вот, ну, то, что я вам говорю, factory second. Это была только ее джакет. Все остальные эти без всяких factory second. Вот. Они просто на распродаже были. На клиренсе и плюс купон. Вот. Штаны немного так как колят. Но мне кажется, это пройдет. Такое вот ощущение, как когда Мирина Вул. Но. Так. И по штанам, по размеру. То есть, то, что я вам говорил. 32, да. То есть, видно, что здесь чешут. Я все-таки, блин. Ну, как на глаз. Они мне показались большие. Но они реально небольшие. То есть, конечно, 30. У меня есть. Они на меня вообще не застегиваются. Может быть, 31 бы был нормально. Но у Коламбии, по-моему, нету 31 вообще размера. Я не знаю, есть или нет. Но, по-моему, там у них в магазине не было все равно 31. Но 31, может, и были бы маленькие. Потому что здесь не такой-то уж и большой запас. То есть, видите сами. Ну, то есть, с ремнем. В любом случае, вы на Аудур всегда используете ремень. Будет нормально. Вот так вот сзади выглядит. И по-длине... По-длине... I'm just... Nice! Beautiful! It's all hemp. This hemp, this hemp. You look so natural. Oh my gosh, I love it! You look like... It's a really nice outfit. Like a fancy night. То есть, один говорит, что ей очень нравится мой outfit. Но, как штаны, конечно, по улицам я бы, может, и не стал бы ходить. Но для Аудура, я думаю, это то, что надо. То есть, они как раз, ну, как сказать, немного такие свободные. Вот. Мне больше нравится стиль, который чуть более потоньше. Вот, примерно, вот так вот. Но просто ходить, как на рыбалку, за грибами, я думаю, что это будет удобнее. То есть, ничего не стесняет движение. Вот. И не потеешь ничего. Ну, плюс хэмп, это все. То есть, вот такие вот дела. Ну, конечно, штаны это только так. Осень, лето. Не для зимы, наверное. Весна тоже подойдут. Вот. Ну, и, то есть, по стилю, видите, все сочетается и с ботинками, и с рубашкой. То есть, вот так вот получается за сколько? Меньше 100 долларов. Это получается 50 плюс 20 плюс 13. Ну, за 90 долларов, считайте, купил себе полностью всю одежду на походы. Вот. Ну, все такие дела. Ставьте лайки, подписывайтесь. Я Маграминское спасибо за просмотр. Делитесь видео с друзьями. Пока-пока. Пирата просили показать. Люди, которые не смотрят видео, говорят, почему не показываешь пирата, в том видео пират три раза был или четыре. А-а-а, как раз он съел. Субскаторы просили показать пирата. В видео. Так, я показываю. Угу. Ну, конечно, они тоже просили показать вам, но они показывают вам сегодня, да? Угу. Угу. Это мой Эклипс. Это для Эклипс. У Катерины еще и Эклипс. Это бесплатно. Вот с тем платьем бесплатно прислали от Гая Концепшн. То есть, они всегда присылают всякую бесплатную фигню. И в этом посылке они бесплатно еще вот такое маленькое платье прислали. А это бесплатно вообще. То есть, как бы претензии к бесплатному уже что предъявляют. В общем, всем пока-пока. Ставьте лайки. Ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...